Восприятие человека — сновидение реальнее, чем сама реальность. Представьте, что вам приснился кошмар. Вы крепко спите, и вам снится, будто в вашу спальню забрался слон. Вы просыпаетесь от страха и видите, что никакого слона нет. Но даже не смотря на то, что слона нет, вы все равно потеете от страха. Вы дрожите так, как будто это произошло на самом деле. Когда вы просыпаетесь, вы понимаете, что это был только сон, но тем не менее страх присутствует. Поэтому не относитесь ко снам пренебрежительно. на многих людей сны влияют больше, чем реальность. Так что ловушка сна — это необычная ловушка. Она очень крепкая. вы создали ее сами. И именно поэтому вы не можете ее сломать, потому что у вас есть определенное чувство причастности и привязанности к тому, что вы создали. Вы не сможете преодолеть это. Вы, наверное, замечали, что в ящике стола хранится всякая ерунда, бесполезные вещи. Но расстаться с ними вы не в силах. Вы не можете выбросить даже то, что причиняет неудобства, потому что... Просто потому что все это так долго здесь лежало. Есть определенное чувство привязанности к этому. Так что вам очень трудно сломать то, что создано вами. Для этого нужна либо ясность восприятия, либо помощь со стороны. Иначе может потребоваться много времени. Когда я говорю «много времени», я говорю даже не о годах. Потребуется очень много времени. Позволить помогать себе или просить о помощи, или если она будет предложена оставаться для нее открытым, требует определенного смирения. Иначе вы не примете помощь. Большинство людей не могут принять что-либо со смирением. И всегда... Этика общества учит вас, что отдавать важнее, чем забирать. Да, забирать что-то некрасиво, но очень важно уметь принимать. Если вам это непонятно, то посмотрите, все, что имеет значение в вашей жизни, вы на самом деле принимаете. Возьмем что угодно. Например, одежду, которую вы носите. Для того, чтобы она была на вас... Знаете ли вы, сколько людей приняли участие в том, чтобы ее произвести? Кто-то посадил и вырастил хлопок. В эту деятельность были вовлечены миллионы организмов. И вы же знаете весь процесс, как это происходит в Тамилнаде. От очистки хлопка до придения и так далее. Сколько людей участвуют в этом? Производитель, посредник, продавец и все прочие. И вот одежда на мне. Сколько тысяч человек вовлечены в этот процесс, чтобы сейчас вы могли носить эту ткань? Пища, которую вы едите, сколько людей и сколько других созданий работали над тем, чтобы она могла попасть в вашу систему. Ни один из этих процессов вы не смогли бы осуществить в одиночку, не так ли? Если вы понимаете это и принимаете это смиренно, вы будете переполнены благодарностью. Если благодарность становится словно вашим дыханием, вы также становитесь очень восприимчивыми. Когда вы благодарны, вы очень восприимчивы. Не такая благодарность, как… Вам говорили про три волшебных слова. Одно из них — спасибо. Не такая воспитанная благодарность. Благодарность случается с вами, когда вы ошеломлены чем-то или кем-то. Представьте, что вы давно не ели. Настолько давно, что вам кажется, что вы сейчас умрете. И кто-то просто дает вам кусок хлеба. У вас на глазах появятся слезы благодарности. Если кто-то даст вам целую буханку, когда вы сыты, для вас это ничего не будет значить. Но когда вы голодны, в тот момент вы посмотрите на этого человека с огромной благодарностью, потому что вы переполнены этим переживанием. Итак, с каждым аспектом вашей жизни, если вы осознаете, сколько всего вовлечено, чтобы воплотить любой аспект жизни — одежду или кусок хлеба, чего стоило вырастить еду, чтобы она оказалась на вашей тарелке и попала в ваше тело. Только представьте, от микроорганизмов до людей, сколько жизней участвовало в том, чтобы эти вещи случались в каждое мгновение вашей жизни. Если вы осознаете это, если вы раскроете глаза и посмотрите как следует, вас переполнит благодарность. Вы бы никогда не смогли этого сделать в одиночку. Если вас переполняет благодарность, то вы невероятно восприимчивы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!